Всем привет! С вами Абонент Лошадь. Сегодня у нас Гронинген. Разводят эту породу лошадок в провинции, находящейся на северо-востоке Амстердама. На пахотных землях, находящихся ниже уровня моря, которые еще и плотинами защищены. Собственно, называется та провинция Гронинген, и лошадки названы, соответственно, в ее честь. У Гронингенской породы лошадей хорошо сложенная голова, которая чаще всего очень длинная и имеет прямой профиль. Длинные уши и широко расставленные, вдумчивые глаза. Шеи изогнутые и мощные у таких лошадей. Их холка маловыразительна на внешний вид. Она широка и сливается с линией лошадиной шейки. Спина мускулистая и довольно-таки выпуклая. А спинопоясничная линия прямая и длинная. Что до поясницы, она длинная и сильная. Грудь лошадок развернутая, а живот глубокий и широкий. Передние и задние конечности немного коротковатые, но при том достаточно плотные. Предплечья у лошадей мускулистые, а пясти широкие и находятся в диаметре с толстыми костями. Поскакательные суставы таких лошадей очень сильные и широкие. У гронингенских лошадей сухожилия крепкие и пропорциональные. Копыта круглой формы, с очень плотным роговым покрытием. Данную породу селекционировали посредством скрещивания с альденбургской лошадью. Незначительным вливанием крови местных упряжных кобыл и с западным фризом. Далее таким же образом добавилась кровь восточного фриза. В итоге вышел отличный рабочий конь, который мало чем-то выдается определенным и очень тяжелый. Гронингенская порода лошадей ограничена в своих движениях. У коня прямая спинка и слишком уж длинный на вид профиль. К началу 20 века, после процесса по вливанию крови суффер панча, эта лошадь стала намного компактнее, да и движения ее все улучшились. Равно как и экстерьер и строение ее тела. После того, как прошла Вторая мировая, дальнейший процесс механизации спровоцировал значительный спад спроса на данную породу. Однако от вымирания этих лошадок спасло вмешательство со стороны правительства. До сих пор породу разводят только вот в малом количестве. Гронинген или Гронингенгская лошадь, порода лошадей родом из северо-восточной голландской провинции Гронинген, была выведена прежде всего как универсальная лошадь для различных сельхозцелей. Возникла путем скрещивания местных кобыл с альденбургскими, восточнофрисскими и фрисскими жеребцами и является тяжелым рабочим типом лошади. Использовалась местными жителями для выполнения легких сельхозработ и подседло. Многие годы Гронингенг пользовался популярностью как каретная лошадь, не такая тяжелая, как Гильдерлендер, но надежная и работоспособная. Гронингенг славится своей неутомимостью, выносливостью и многосторонностью. Порода не оказала большое влияние на другие породы, но с ее помощью вывели голландскую полукровную лошадь. С 1945 года количество Гронингенов постепенно началось снижаться, поскольку снизился спрос на хороших рабочих лошадей, а к 1970 году порода практически исчезла. Остался единственный чистокровный жеребец Бальдевейн, которого спасли от мясника. Конезаводчикам пришлось приложить огромные усилия, чтобы восстановить породу с помощью альденбургских лошадей. Сегодня у Гронингенов улучшенный экстерьер. Они компактнее и качественнее, с более косыми плечами, благодаря альденбургскому влиянию. Высота Гронингена от 155 до 167 см. Мась гнидая, темно-гнидая или вороная. Белые отметины допускаются. Это средне-тяжелая лошадь, которой присущи некоторая элегантность и стильность. Голова у нее достаточно длинная, с ровным профилем и длинными ушами. Короткая шея очень мускулистая и широкая у основания. Холка хорошо выраженная и длинная. Плечи, которые были довольно прямые, что способствовало короткому шагу, в последнее время приобрели правильный угол. Это лошади с мощной конституцией, с широкой и глубокой грудью, с большим обхватом. Спина довольно длинная, а круп плоский и очень мускулистый, с высоко посаженным хвостом, который несется также высоко. Ноги короткие, но сильные. Копыта твердые, хорошо сформированные. Гронингены славятся прекрасным характером. Они покладисты и экономичны в содержании. Сегодня в Нидерландах насчитывается более 300 зарегистрированных лошадей. Для разведения одобрено 25 жеребцов и около 400 кобыл. Чтобы увеличить интерес к породе, каждый год в августе проводится шоу гронингерских лошадей. Гронинген – это прежде всего семейная лошадь. Их спокойный нрав и легкость в содержании делают их идеальными лошадьми для отдыха. Они быстро созревают, здоровы, долго живут и не требуют особого ухода. На этом все. Спасибо за внимание. С вами была абонент Лошадь. Всем пока-пока и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok